МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Ключевые задачи. В Чувашии обсудили послание президента страны. Под знаком Чем журналисты Чувашии отметили профессиональный праздник. Грация и сила в столице республики определили лучших танцевальных спортсменов. Сегодня в Доме правительства республики обсудили ключевые темы послания президента страны. Перечень поручений для региональных властей большой. От развития реального сектора экономики до укрепления института семьи. Подробности у Дмитрия Ковалева. Без вложения в человека не добиться экономического прорыва. Это одна из ключевых задач будущему составу правительства и региональным властям. Главная тема послания президента – поддержка семей с детьми. Финансовая помощь из федерального бюджета, по словам Владимира Путина, должна стимулировать рождаемость. По расчетам на реализацию госпрограмм, только в этом году республике будет выделено более 5 миллиардов рублей. Михаил Игнатьев отметил, что фронт работ у местных властей колоссальный. Это огромное средство для того, чтобы наши малобеспеченные семьи, новодетные семьи почувствовали внимание со стороны государства и реально, ежемесячно, без сбоев могли получать все эти социальные выплаты. В числе президентских мер поддержки – выплаты семьям за каждого ребенка, компенсации за ипотеку, а также увеличение материнского капитала, право на который получат и те, кто родил первенца. При рождении первого ребенка семья получит право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. При рождении второго ребенка размер материнского капитала увеличится еще на 150 тысяч рублей. Соответственно, появляется у людей право использовать этот материнский капитал на улучшение жилищных условий. Большинство из тех, кто сейчас проживает за чертой бедности, должны почувствовать прибавку в семейном бюджете. Это приоритет в работе властей на местах, отметил глава региона. В казне республики заложат многомиллионные суммы на горячее питание в школах, которое должно стать бесплатным для учеников младших классов. Это тоже колоссальная государственная поддержка, Поэтому здесь Минфин, Минобор, муниципальные образования должны сделать четкие расчеты. Мы кухонное оборудование в детских садах, в школах поменяли. Расходы на социальную сферу в этом году вырастут. Необходимые суммы в бюджете региона заложены. Немалая доля в местной казне – собственные доходы. По основным направлениям мы имеем рост, но мы запланировали при формировании бюджета, что будет уменьшение по налогу, поступление по налогу на прибыль организации. Это связано с расовым поступлением в 2018 году. И налога на имущество организации – это связано с изменением федерального законодательства. Члены правительства подвели и предварительные итоги социально-экономического развития республики. Предприятия региона показывают уверенный рост. Большим спросом пользуются бульдозеры, вагоны и электротехника. Объем отгруженной продукции организации промышленного комплекса составил 278,4 миллиарда рублей, что составляет 120% к уровню 2018 года. Производство продукции сельского хозяйства – 104,2%. Намолочено зерна – порядка 725 тысяч тонн, что составляет 114,6%. К 2018 году накопано 444 тысячи тонн картофеля, В этом году предприятия и республики должны нарастить объемы экспортных поставок. Такую задачу перед промышленным комплексом региона поставил Михаил Игнатьев, Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Медицинские работники и тренеры, нарушившие антидопинговые правила, должны быть привлечены к ответственности. Такое поручение министру физической культуры и спорта дал глава Чуваши. Как показала проверка рабочей группы, никто из спортсменов не принимал запрещенных препаратов. «Были, к сожалению, нарушены техники применения поставительных средств, то есть превышена доза. Но, к сожалению, это является тоже нарушением. То, что находится в организме спортсмена, тоже нарушение является. Все спортсмены, которые обозначены, они будут сопровождаться до всех судебных процедур вот этой комиссии. Последняя информация о том, что письмо от рабочей комиссии было направлено в адрес Русада. И сегодня, после обеда 21 числа, мы получим конкретную информацию, когда будут эти дела рассматриваться». «Ушел заведующий поликлиникой. Часть врачей отстранены от работы со спортсменами». Плюсовая температура вместо традиционных морозов – такой в этом году выдалась Крещенская ночь. Это усложнило работу специальных служб. Лет на водоемах оказался тоньше, чем того требуют нормы безопасности. О том, как все прошло далее. Купель у Свято-Троицкого мужского монастыря в этом году в Чебоксарах – это единственное официальное место для купания в открытом водоеме. Не провалиться по тонкий лед помогали деревянные трапы и спасатели, которые не допускали подхода к купелям большого количества человек одновременно. О том, что вместо морозов придет оттепель, было известно заранее, так что в республике смогли предложить верующим альтернативные варианты. Из-за аномальных погодных условий в ряде муниципалитетов пришлось отказаться от традиционных мероприятий. И места купания были в основном от водных объектов перенесены и переведены на купели, которые находятся в районе святых источников и храмов. Кроме того, епархия осветила воду в ряде бассейнов. Тех, кто по каким-либо причинам не смог укунуться в этом году, представители духовенства призывают не переживать. Простое окунание в ледяную воду. Грехов не смоет. Верующий может просто прийти в церковь и помолиться. Ольга Пырочкина, Республика. День под знаком буквы Че. В Чебоксарах отметили дни Чувашской и Российской печати. Представители СМИ всего региона собрались в Чувашском академическом драматическом театре. Это мероприятие вошло в повестку дня не только региональных, но и федеральных изданий благодаря эмоциональным высказываниям. В течение двух дней в интернете обсуждали цитаты у главы Чуваши о журналистах, которые позволяют себе публиковать искаженную информацию. Призывая работников пера быть аккуратнее со сведениями, которые могли бы создать напряженную обстановку в обществе, Михаил Игнатьев использовал резкий глагол. Впрочем, присутствующие в зале поняли, о чем речь. Например, о недавних событиях с обманутым священнослужителем или сведением в заблуждение жителей Синьяльского поселения. И хотя никто из участников Дня печати не принял это на свой счет, сегодня на священии главы Чуваши счел необходимо извиниться. Я всегда очень корректно относился к журналистам, которые корректно критикуют, корректно, соответственно, подают любые статьи. А кого на самом деле за чувство задел, словом, мочей, я человек с доброй душой, прошу прощения. Впрочем, День печати больше запомнился, как праздник, на котором наградили наших коллег. Подробнее Ирина Волкова. Их смотрят, слушают и читают. Те, кто создает информационное поле республики, сегодня сами в центре внимания. И это повод рассказать о себе, как о прогрессивных изданиях. Новочвоксарские грани недавно начали выпускать «Угадайку» – газету для юных читателей. Как востребовано вообще? Сегодня в День тысячи экземпляров, они все распространяются, и плюс у нас подписка уже организована и востребована достаточно и родителями, и бабушками, и дедушками. То есть, ну, действительно, мы нашли свою целевую аудиторию и понимаем, что растим будущего читателя. Газеты уже давно к своему традиционному печатному виду добавляют электронные выпуски в сети, не отстают от прогресса и налаживают диалог с читателями благодаря соцсетям. Нашу жизнь в Красночитайском районе читает каждая третья семья. Я с удовольствием веду и сайты, и инстаграм, и группы районных газет и других соцсетях. В инстаграме решаем вопросы, которые жители задают вместе с властью местной. Совместно работаем. Переход с аналога на цифру. Таким запомнился 2019-й для телевизионщиков всей страны. Теперь 20 бесплатных каналов в отличном качестве может смотреть любой, у кого есть телевизор. Национальная телерадиокомпания тоже вошла в цифру. Региональные новости выходят на общественном телевидении России. Республиканское радио доступно на 83% территории Чувашии. Наша с вами основная задача в этот текущий год – это более сильно развить направление представления в сети интернет, для того, чтобы продвигать те интересные новости и ту повестку, которая у нас есть в нашей республике. Однако делать это стоит крайне ответственно, не допуская передергивания фактов и искажения информации, отметил глава Чувашии. Если мы будем навязывать какие-то мнения, используя фейковые новости, ведя в заблуждение, конечно, дестабилизация обстановки не позволит открывать новые рабочие места, создавать и развивать реальный сектор экономики, и воспитывать молодого человека, чтобы он готовился к трудовой деятельности. Статусную награду, звание «Заслуженный работник культуры Чувашии» в этом году вручили нашему коллеге, оператору Андрею Шоклеву. Именно его глазами мы видим значимые события республики. Когда получается красивый материал, сюжеты, видеозарисовки, там, все что угодно, все, что ты снимаешь, видят люди по ту сторону экрана. Когда это получается или не получается, получаешь либо хорошие, либо гневные отзывы, и стараешься как-то дальше работать лучше и лучше. Республиканские журналистские премии за 2019 год достались корреспондентам газеты «Хыбар» и «Ядринской районной газеты». Престижная республиканская премия имени Эльгера вручена нашему коллеге Александру Магарину, автору серии интервью в программе «Самана». Герои моей программы, они люди все-таки уже состоявшиеся, можно сказать, и пожилые люди. И очень хотелось бы, чтобы их ощущение мира, их взгляды на мир, их оценка той истории, той эпохи, в которой они проживали, создавали, активно жили. Ну и сейчас, вот как они смотрят на те времена глазами сегодняшнего человека, это очень важно, и хотелось бы это все спечатлеть и сохранить. В этом году у журналистов республики будет много общих тем. 75-летие Великой Победы и столетие Чувашии. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. Ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант» стартовала и в Чувашии. Студенты чебоксарских вузов познакомились со спецификой работы правоохранительных органов. Присоединилась к ним и наша съемочная группа. Сегодня студенческий десант высадился в экспертно-криминалистическом центре МВД по Чувашии. На вооружении у специалистов современная профессиональная техника. Эти цифровые устройства – аналог сейфа, где хранится необходимая информация. Восстановить и извлечь ее можно с помощью компьютерно-технической экспертизы. Именно здесь проверяют на подлинность улики, изъятые с места происшествия. Записи разговоров и звонков попадают в фоноскопическую лабораторию. Здесь исследование проходит в два этапа. Записи дается акустическая и лингвистическая оценка. Помогаем идентифицировать человека. Записан на какой-либо фонограмме. Это либо телефонный звонок, либо какая-то запись диктофона. И сравниваю его с подозреваемым, либо лицом, которое неизвестно. Такая экспертиза очень эффективна при телефонном мошенничестве. Зачастую голос записи уже имеется в базе правоохранителей. Узнать, есть ли в составе подозрительного вещества наркотики, можно при помощи хроматографа. А флуоресцентный анализатор и инфракрасный спектрометр помогут узнать более точный состав исследуемого вещества. Познакомили ребят и с боевыми подразделениями. Бойцы отряда особого назначения «Гром» провели для студентов краткий экскурс в историю боевого оружия. Сейчас на вооружении у полицейских компьютерные стрелковые тренажеры. Их ребята смогли опробовать лично. Помимо учебных стрельб, бойцы «Грома» проработали с ребятами и основные приемы самообороны. Каждый год к нам приезжают студенты молодые, смотрят, ознакомятся с той работой, которую мы проделаем тут в наших лабораториях. Профилентация, еще, скажем так, патриотическое воспитание молодежи. Все это все вместе. Кто-то, может, изъявит потом желание поработать в нашей структуре. В этом году участниками акции стали студенты из пяти вузов республики. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика. Из села Старое Котяково Батаревского района в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 390 человек. 105 сельчан не вернулись. В преддверии годовщины Великой Победы в селе открыли мемориальную доску ветерану войны. Жителей дома номер 74 в селе Старое Котяки знают и уважают многие батаревцы. Из этого дома в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли сразу три брата. Вернулся только один. Валентин Антонов участвовал в Смоленском фронте, награжден тремя орденами Отечественной войны, медалью за победу над Германией. Домой он пришел в 1942 году инвалидом второй группы. В послевоенные годы Валентин Михайлович работал продавцом сельского магазина, кладовщиком и охранником в колхозе. Несмотря на серьезное ранение, вырастил четверых детей. Мемориальную доску на доме, где жил Валентин Антонов, открыл его правнук. Я очень горжусь своим прадедом, что он победил немцев. И я думаю, что мы должны гордиться и уважать тех, кто боролся за наши жизни и сражаясь в войне. Восьмидесятилетие отметил поэт, публицист, краевед Виталий Станьял. Литературный вечер собрал в Национальной библиотеке его многочисленных поклонников, коллег и друзей. Он посвятил себя тому, что для него всего дороже – изучению и развитию родного слова, языка своих предков. Литературный критик и ученый-исследователь Виталий Станьял много лет своим примером увлекает и своих коллег, и учеников. Я считаю себя счастливым человеком, так как я, ну, долгие годы, где-то 10 лет вместе рядом, бок о бок, с ним работала в педагогическом университете. Как преподаватель, как коллега, он, конечно же, он неординарный человек во всем, и в преподавании тоже. Он всегда, он как Прометей ведет за собой всех и преподавателей, и студентов. Его перу принадлежит большое количество статей и рецензий. В общей сложности он создал более 80 научных трудов, в их числе 6 монографий, учебники по чувашской литературе. Работал в редакциях республиканских газет. Виталий Петрович много изучал этнорелигию и этнографию. Уникальная методика преподавания Виталия Станьяла способствовала появлению именитых педагогов. Я вот после армии поступил в университет Ильи Николаевича Ульянова. Как раз на первом курсе его назначили куратором нашей группы. Когда вот мы с ним познакомились, он тогда же нам научил, именно научили исследовательскую деятельность. Вот мы благодаря ему, Виталию Петровичу Станьяла, стали учителями чувашского языка и литературы. Просто и доступно. Его стихи говорят о том, что любить родной язык, заботиться о том, чтобы он процветал, все в наших руках. Популярно творчество Виталия Станьяла и у молодежи. Я думаю, что его стихотворение учит школьников просто жизни, как правильно жить, развиваться. В своей педагогической работе он выкладывался на 100%. Того же требует и от других. За успехи, достигнутые в педагогической деятельности, юбиляр достоин почетного звания. Заслуженный работник Высшей школы Чувашской республики. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Валерий Резюков. Республика. В ритме самбы, румбы, квикстепа в столице Чувашии разыграли медали чемпионата и первенства республики по танцевальному спорту. Казань, Нижний Новгород, Ульяновск и, конечно, Чебоксары. 500 танцоров из 18 команд с разных регионов нашей страны приехали в столицу Чувашии. Показать свое искусство в этом виде спорта. У зрителей просто разбегались с глазами. И это неудивительно. На паркете сразу 10 пар. И это лучшие из лучших. Впервые мы проводим в формате закрытого чемпионата и первенства Чувашской республики. Здесь участвуют только топовые пары в своих возрастах. То есть это не классовые спортсмены, которых, как правило, много в каждом возрасте. А именно пары самого высокого класса в той или иной возрастной категории. И эти пары опираются на чемпионаты первенства страны. Европейская и латиноамериканская традиционно конкурс разделен на две программы. Возрастных категорий было шесть. Среди самых юных танцоров лучшими стали воспитанники клуба «Грация» Марии Пайковой и Виталий Чумычкин. Они получили звание «Спортсмены года». Для нас это большая победа. То, что мы заняли первое место. Мы спортсмены года. Сколько мы выиграли с Машей соревнований. Не считать. А вот это самая главная награда. За соревновательный день пары выходили на парке до 30 раз. Танцевальный марафон начинается еще за кулисами. Оттачивают каждое движение, каждый шаг. Снова и снова натирают подошву жесткой щеткой, чтобы не подскользнуться. Но даже если это и произойдет, партнер всегда поддержит взаимопонимание, главное в паре. Именно это и помогло принести клубу «Эврика», в котором занимаются Ксюша и Никита, первое место. Это приятно и неожиданно для нас, конечно. Но дает, я думаю, дополнительную мотивацию больше работать, больше трудиться, лучше танцевать. Нашим детям очень приятно будет получить эту награду. Ну и потом нужно будет оправдать ее еще, я думаю, на следующий год. Миша и Полина танцуют в паре вот уже 7 лет и даже не могут вспомнить, сколько заработали медалей за это время. Каждый из них уже мастер спорта. И на этом чемпионате танцоры заняли первое место в латиноамериканской программе. Для нас в любом случае важно не просто выиграть соревнования, а тренироваться, выкладываться по полностью, чтобы в перспективе выступать хорошо на чемпионатах России и турнирах, которые проводятся за рубежом. Именно Миша с Полиной отправятся представлять республику на всероссийских соревнованиях. Первое место на первенстве Чувашии и прямая путцовка на чемпионат России без отбора. А уже в следующие выходные танцоры отправятся подтверждать свой рейтинг на чемпионат ПФО в Нижний Новгород. Пожелаем им удачи. Юлия Важенина, Семен Антонов, Республика. Таковы главные новости к этому часу. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова